Всем привет дорогие зрители моего канала Эрик Антона И сегодня я решил записать видео в ответ на часто задаваемые вопросы Почему я выставляю игроков дороже рыночной стоимости Приведу ряд наглядных примеров Были моменты, когда у меня было реально просто под сотню различных игроков, карточек Соответственно наборов физических форм И я их все выставлял Я никогда особо не тороплюсь продавать То есть выставляю и жду И вот возьмем пример игрока Который в основном все выставляли купить сейчас Я уверен, что у него были там и очень дешевые варианты Допустим Зека Давайте просто сейчас его наберем Зека на транслянном рынке Зека Да, его тут кстати не так много Ой, по-моему это не тот Зека Нет Это не тот Зека А вот это уже тот И мы увидим Вот смотрите Есть за 550 Да Казалось бы Блин, зачем же я там поднял так цену Высоко купить сейчас 1100 Ну есть так же и за 1100 Ну и в итоге даже и дороже можно продать Соответственно Выставляю я его за 500 А купить сейчас сделаю Значительно дороже, чем это могло быть То же касается и вот этого игрока Да, и вот этого Это вообще непонятно Давайте Филиппи Филиппи 70 Давайте посмотрим его сейчас Так Так Филиппи Филиппи Вот он Так 70 Мы ищем Филиппи А вот видите Его вообще нет То есть я даже видимо Ну да, это не тот Филиппи Нету Филиппи Вообще не найти Получается вот тот Я его купил за 1300 Хотя возможно до этого Его кто-то продавал допустим за 500 А оставил купить сейчас за 1000 И можно было подумать А зачем Его так выставлять дорого Во-вторых Я не так слежу сильно за ИПК Но понимаю фишку в том И думаю вы ее многие наверняка для себя знаете Что если создается какой-то ИПК Например там Не знаю Нужно набрать состав урагвайцев Да, условно говоря И все урагвайцы сразу становятся дороже То есть все их выставляют дороже Тем самым можно подзаработать Чтобы не упустить этот момент Я тоже всегда выставляю чуть дороже Игрока И завышаю ему Так сказать Выше среднего Цену купить сейчас Игроки рано или поздно уходят Да, вот даже взять допустим Вот этого клиши Да, может быть дорого Но рано или поздно не уходят Я просто их каждый раз перевыставляю То есть я ставлю на час Бывает на 3 часа В течение дня опять зайду Выставлю игроков Ну соответственно что-то кто-то продастся То есть здесь каких-то проблем нету Абсолютно никуда не торопишься Спокойно продаешь Вот, пишите вопросы свои ниже Постараюсь и что на них ответит Ну как бы я вот Такой логикой пользуюсь Меня она абсолютно устраивает в этом плане Ну и опять же честно скажу FIFA 17 уже не интересно Я единственное что доиграю Это пожалуй вот Этот онлайн сезон И может быть сыграю еще Драфт онлайн Ради интереса А так все уже жду FIFA 18 демо версию Не знаю правда когда она выйдет Если знаете пишите в комментариях Все, спасибо что смотрели Ставьте лайки Пишите комментарии Всем пока И играйте в скором времени уже в FIFA 18 Всем удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!